Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем серию прямых эфиров с быстрыми мастерами. И сегодня мы познакомимся с Еленой Беловой. Мы ждем, пока Елена подключится. Пока я напоминаю вам, что вы можете посмотреть записи предыдущих эфиров на нашем YouTube-канале. Также сейчас в нашем канале появится пост, где вы можете писать вопросы для Елены. Вот как раз Елена уже с нами. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Вас очень хорошо слышно. Ну, собственно, давайте приступим к нашему интервью. Елена, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в компанию Greenway? Ну, я, наверное, в двух словах сначала расскажу о себе, чтобы познакомиться. Мне 49 лет. Я мама двух дочек. Одной 32 года, другой 12 и уже даже бабушка. На данный момент я являюсь действующим предпринимателем, веду активную общественную деятельность у себя в городе, являюсь учредителем некоммерческой организации. И являясь действующим предпринимателем в своем городе, я сейчас могу с гордостью сказать, что я веду еще и предпринимательскую сетевую деятельность. Это очень важно, потому что, когда ты имеешь определенную статусность в городе, я очень долго скрывала о том, что я занималась Greenway. Но, получив определенные знания, опыт, где-то получив поддержку команды и наставникам, пришло время, и я открыто теперь могу заявить, что я сетевой предприниматель. Вот, живу я в небольшом городе, он называется Новотроицк. В нашем городе ориентировочно 80 тысяч населения. Это небольшой город. И у нас на наш город два мастера и несколько успешно развивающихся лидерских веток. Это я к тому говорю, что очень многие говорят, ой, если уже у вас есть в городе столько людей, занимающихся Green'ом, да, то просто-напросто этот вариант можно не рассматривать. Это неправда. Место для Green'а есть всегда и у всех. За моими плечами два высших образования аспирантура, и у меня было в жизни два таких, можно сказать, глобальных события, когда я круто меняла свою жизнь, да. Я вела, я работала в найме, работала на такой значимой должности главного бухгалтера и вела аудиторские проверки. Но я жила на работе, да. И вот просто однажды я поняла, что жизнь проходит мимо, просто реально проходит мимо. Да, мы имеем финансовый достаток, да, да, мы определенными благами там пользуемся благодаря этому достатку, но я не вижу ни семью, ни как растут мои дети, ни как, к сожалению, старятся мои родители, да. Это очень важно быть рядом со своими родными и близкими постоянно, чего ты не могла, чего я не могла себе позволить на основной работе. И первое, я приняла когда-то решение 20 лет, 10 вернее лет назад, именно уйти с совмещения основной работы в найме чисто в предпринимательство. И вот на сегодняшний день, буквально полгода назад, у меня было принято четкое решение, да, я всегда вела предпринимательскую деятельность сама. Я ввела просто штат определенных сотрудников, которые выполняют на данный момент мои обязательства как предпринимателя и ушла полностью в развитие сетевого предпринимателя, себя как сетевого предпринимателя. Но это коротко прямо обо мне, да, как пришла в компанию, пришла через продукт, все банально, да, поступало очень много предложений, купить салфеточки почему-то для стекла именно, все писали, что они мне жизненно необходимы, да, что они будут мне полезны, и приходило разных очень много смс-сообщений. Но на тот период я пользовалась активно микроволокном другой компании, и оно меня устраивало в принципе, да, и вот как бы самой себе я даже не могла ответить на тот вопрос, зачем мне это нужно. Но все-таки в один прекрасный момент меня, можно так сказать, допекли, да, чисто по-русски это смс-ка, и пришла смс-ка от медработника услугами, которого я пользовалась, и я просто, знаете, вот, ну, чтобы типа не потерять с ней какой-то контакт, да, вот, но взяла и купила у нее эту салфеточку. Когда я пришла домой и попробовала, вот, ребята, я просто реально с одного применения поняла разницу между тем, что я имею и пользуюсь несколько лет, десятков, да, с тем, что мне предлагали, от чего я отказывалась. Мне очень понравилась безумная эта салфеточка, да, на тот период была акция 1 плюс 1 равно 3, и я начала активно рекомендовать, а был как раз период мытья окон вот именно апрель месяц, да, как сейчас у нас и всем готовятся к Пасхе и моют окна, и я начала рекомендовать всем своим снимать просто чисто интуитивно ролики, да, и показывать, как можно быстро привести в порядок с этой чудесной салфеточкой там окно, да, при этом не затрачив кучу времени и кучу разных подручных средств. И вот честно сказать, я на этой эмоции по этой акции продала за 2 дня салфеток на 20 тысяч, не находясь еще в компании, не являясь ее партнером, да, не разбираясь в маркетинг-плане, просто приобретя у приятельницы, да, можно сказать, именно салфеток вот по этой акции. После этого, в принципе, ну, как бы контакт дальше у нас не состоялся, я даже не смотрела ассортимент, какой есть продукции дальше в грине, да, ну, и на этом все закончилось. И буквально через несколько месяцев мне приходит смс от моей очень хорошей знакомой, которую она послала мне чисто случайно, то есть она не предназначалась именно мне, да, ну, случайное не бывает, да, случайным, как мы знаем. И в этой смс-рассылочке, это была рассылка, да, просто я в нее попала, было именно рассмотреть Greenway как бизнес, да, как источник дополнительного дохода. Меня просто купило то, что этот человек успешно развивался в другой сетевой компании, да, и если она рассмотрела для себя какой-то другой вариант, мне просто стало интересно, да, почему она решила этим заняться. Мы встретились, и, знаете, вот здесь ошибка, я думаю, многих новичков, я ее очень четко усвоила. Встреча была такая практически трехчасовая, что я на ней только не услышала. ПИВИ, МИВИ, Единицы, Проценты, ЭСКИ, МЭСКИ и все прочее, да, то есть мозг просто взорвался, не принял никакую абсолютную информацию, да, абсолютно никакую информацию. Единственное, она мне дала каталог и сказала, полистай каталог, посмотри, что ты хочешь себе иметь, и я тебе расскажу, как это действует. Полистав дома каталог и сразу обратившись к источникам в интернете, да, кучу роликов я пересмотрела, как работают салфетки для разных сфер, да, наших комнат дома и всего прочего, я захотела иметь практически все. Вот практически все я захотела иметь в своем доме. И я позвонила своей приятельнице и сказала, я хочу это иметь, расскажи, как я могу это сделать без ущерба финансового для своей семьи. То есть что мне нужно сделать, чтобы мне все это иметь бесплатно, вот. Поэтому потом мы разобрались в маркетинг-плане, ну и начали действовать. Вот именно вот таким образом у меня прошло знакомство с Грином через продукт. Какая прекрасная история. Спасибо, что поделились. А расскажите, сколько времени вам понадобилось, чтобы стать мастером? Ну, на самом деле, знаете, здесь я даже не могу сказать, сколько времени мне понадобилось, потому что у меня не было в голове чисто принятого решения идти на мастера, да, именно идти на мастера, спланировать его, запланировать как-то, да. Меня, в принципе, все устраивало. У меня растущая, нормально растущая команда, да. У меня стабильно, ну, немного растущий чек, да, ну, стабильно растущий. У меня хорошая на данный момент клиентская база. И меня все устраивало, вот реально, до того момента, когда мой наставник не обозначил, что он идет на гранд-мастера. То есть он объявил команде, что он идет на гранд-мастера, и я понимала, что с нами, да, с моей командой, либо без нас он на этот результат пойдет. Но, имея бухгалтерский склад ума, да, сделав анализ нашей команды, я именно подумала, рано. То есть такое сомнение прям вот, ну, логически математическое, да, сомнение – это ошибка очень многих просчитывать, да, именно мастера. Нет, мастерская квалификация, она никак не связана с просчетом. То есть если у тебя есть уже какой-то костяк команды, идущий к своим доходам, к своим результатам, да, если ты сплотил уже вокруг себя определенное количество таких людей, то уже можно смело заявляться, проговорив со своими наставниками на эту квалификацию. И я очень хотела, чтобы моя команда встроилась в цель нашего наставника Дениса Недоспасова. Огромная ему благодарность, что он нашу, ну, как бы наше вливание в его цель принял. Мы посоветовались с командой, и мы приняли решение попробовать. Но и нам это удалось. А какие сложности были на вашем пути, и как вы их преодолевали? Вот честно сказать, неважно, в какой квалификации ты находишься, да, сложности, вот уверяю вас, сложности, что у новичка, что у бывалого уже, да, старичка в компании Greenway, что у людей в каких-то квалификациях, они практически всегда одни. Просто подходят к их решению люди по-разному, да, по-разному. Ну, что у новичка проблемы с клиентами в клиентский чат, что у нас, да, что у меня то же самое. Что у новичка проблемы с какими-то возражениями, с теми же у меня. Что у каких-то моих даже квалификационных партнеров, там, в квалификации S или лидер, проблема есть с ключевыми людьми. И та же самая она есть и у нас. Но самое главное, чтобы ваша цель, к которой вы идете, всегда вас мотивировала, независимо от того, да, что говорят и с какими именно проблемами вы на пути к достижению своей цели встречаетесь. Это самое важное. Спасибо. А пока я напоминаю всем, кто нас сейчас смотрит и слушает, вы можете написать в комментариях в нашем канале вопросы. Мы зададим их Елене, и она обязательно на них ответит. А пока у меня следующий вопрос. Елена, расскажите, сколько у вас человек в команде, и в целом расскажите о вашей команде, пожалуйста. Ну, вообще хочу сказать, я безумно люблю свою команду. Я благодарна каждому партнеру, каждому человечку, каждому клиенту, который есть в моей команде, потому что моя команда – это моя сила. Вот реально моя сила. Независимо, вот я разговариваю, у меня мурашки по всему телу. Потому что команда – это не люди, которые идут с тобой вместе к финансовому, к твоему какому-то результату. Это люди, которые сплотились вокруг тебя, идя к одной какой-то цели, имея какие-то общие интересы, решая какие-то задачи, даже задачи такие, которые у тебя, допустим, складываются по ходу твоей квалификации, в какой-то семейной, в какой-то общей теме. И вот когда у тебя есть такое ядро сплоченное вокруг тебя, не только решающее свою финансовую цель, вот эта команда просто дорогого стоит. Поэтому я безумно рада, что вот все люди, которые находятся в моей команде, что они находятся вместе со мной. И практически попав в нашу команду, никто с ней не расстается. Это, девчонки, дорогого стоит. А как вы работаете с командой? Проводите ли вы личные встречи? И в целом, как мотивируете команду? Знаете, ну, работаем с командой по-разному. Больше всего, конечно, я вот при том, что я там предприниматель, общественный такой деятель, я не люблю, не то, что не люблю, я такой как бы затаённый человечек. Я не могу это делать на широкую публику, мне некомфортно. И даже вот то, что сейчас я вышла на этот эфир, но мне далось это очень нелегко, честно, нелегко. Когда поступило первый раз предложение, когда мы закрыли лидерскую квалификацию, я очень так аккуратно отказалась, найдя кучу причин, как и многие другие. И здесь то же самое было. Сначала отрицание, но потом я поняла, что я задам вопрос команде. А нужно ли нам вот именно вот это вот интервью, ну, на такое глобальное, на компанию? И сразу посыпались мне смс-сообщения. Лен, это нужно и важно. Нужно это делать. Поэтому команда здесь, я ради вас. Реально. Как работаю с командой? По-разному. В любом случае, я люблю больше встречи оффлайн, да? Именно оффлайн. То есть мне импонирует больше, когда ты сидишь с командой, либо с партнером, да, с ключевым, и планируешь, глядя ему в глаза, да, видя его жесты, интонацию слыша, что мы с ним будем делать вместе. Но, конечно, когда ты уже в более такой большой квалификации, когда у тебя команда из разных городов, мы переходим на онлайн-формат, и сейчас мы его активно практикуем. То есть мы тройные созвоны делаем практически ежедневно, да, как с командой, как с партнерами, так и с их приглашенными людьми, новичками. То есть мы это ведем. Ну а мотивация, знаете, вот смотивировать на что-то команду невозможно. Правда, невозможно, да? На что ее можно смотивировать? На мою цель, на мою зарплату не смотивируешь, да? То есть важно найти мотивацию в каждом человеке твоей команды, да, проработав им с ними вместе его цель, его мечту, его доход, на что он хочет потратить, да, и расписав шаги для достижения этой финансовой цели, вот это и будет мотивация. Самая большая мотивация для команды и для всех людей, кто в моей команде находится. Спасибо. Мы очень рады, что в этот раз ваша команда сподвигла вас присоединиться к нашему эфиру. У меня следующий вопрос. Возвращаясь к теме мотивации. А как замотивировать тех, кто хочет работать, но думает и сомневается? Вопрос из чата из нашего. Как замотивировать тех, кто думает и сомневается? Ну, во-первых, опять же, да, вернемся к цели. Нужно выявить цель человека. То есть замотивировать, думает. Что он думает? Он думает, нужно ли ему дополнительно зарабатывать деньги или нет? Ну, то есть что он думает? Нужны ему деньги или нет? Если они ему нужны, то у вас есть опыт хоть какой-то, да, если даже вы новичок в команде, но у вас есть более опытный, вышестоящий наставник, у вас есть опыт, у вас есть стратегия, у вас есть шаги, которые вы можете с ним расписать для достижения его цели. Но только должно быть понимание, никогда не обманывайте людей, что вы должны работать с ним на первых порах в связке, да, делать с ним эти шаги, делать с ним анализ этих шагов. Но делать придется всегда ему, только ему. Поэтому какая тут может быть мотивация? Нужны деньги? Пойдем со мной. Схема есть, инструменты есть, компания дает все больше и больше возможностей, да, выпускает больше продукции. Ай да, все. Да, действительно, все просто. А расскажите про работу с вашим наставником. Какую роль он играет в вашем развитии? Ну, на самом деле, роль наставника реально большая. Вот реально большая роль наставника. И я всегда говорю, когда вы начинаете формировать вокруг себя команду, да, команду, вы должны для команды стать таким человеком, которого бы вы хотели видеть в своем наставнике, да. Вот будьте таким человеком, и тогда просто-напросто к вам люди будут притягиваться. Мне очень повезло с наставническим рядом. Нереально повезло, да. Нереально повезло, потому что наши наставники всегда люди в цели, всегда люди стратегия. И какие бы у нас ни были затыки, вот хоть у новичков, хоть у нас уже в квалификации, наставник всегда поддержит, утрет сопли, напомнит о твоей цели, да, разберет неудачные какие-то шаги и действия и поможет. Вот когда у тебя такие наставники, то просто-напросто не состояться в бизнесе ты просто не сможешь. Поэтому мне очень повезло с наставническим рядом. Я благодарна за то, что я нахожусь в команде супергероев. Спасибо. А расскажите, пожалуйста, как вы привлекаете новых партнеров? Какие инструменты для этого используете? Новых партнеров я всегда практически привлекаю через продукт, да, ну, через продукт, потому что я, как сказала, что я очень долго скрывала от своего близкого окружения о том, что я в грине, да, и я выходила через продукт совершенно к другим людям, где-то с холодными контактами, где-то вот с которыми мы соприкасались, да, но не с моего окружения. И, конечно, привлекала я всегда через продукт, а дальше шла системная работа через продукт с этим человеком. Какая она системная? Порекомендовал продукт. Сначала рассказал просто про этот продукт, да, исходя там из погодных условий, допустим, если это БАДы, да, там, исходя из того, что рядом у тебя грязная машина, а у тебя тряпочка рядом, и ты можешь стекло протереть, да, то есть, ну, исходя из ситуации, всегда знакомство с продуктом, рекомендация использовать этот продукт, порекомендовать, продать и сделать сразу же через день, через два несколько касаний на то, чтобы выяснить, попользовался ли человек этим продуктом, получил ли он желаемый результат, не получил, правильно ли он им воспользовался, как он его постирал, да, и спросить дальше рекомендацию, кому он может порекомендовать, да, из своего окружения и аккуратненько намекнуть ему на то, что он может получить возвратный кэш за свою рекомендацию. Но вот я примерно иду по одной схеме, вот именно по такой. Она долгая, она долгая, эта схема. Наставники меня часто ругают за эту схему, да, но она действенная, и таким образом вокруг нас, если вот и мои девчонки идут по таким же схемам, сосредотачиваются люди, которые на состоянии доверия находятся с нами. Спасибо. Расскажите, как, на ваш взгляд, выглядит идеальный клиентский чат, и есть ли у вас клиентский чат? У меня клиентский чат есть, я его веду с самого начала, я его безумно люблю, просто безумно люблю, да. Клиентский чат – это вот детище, да, и место, куда мне хочется постоянно заходить, да, постоянно заходить. Во-первых, у меня клиентский чат настолько живой, я практически ежедневно делюсь в клиентском чате тем, чем я пользуюсь сама. То есть помыла посуду, это для меня обыденно мыть ее салфеточкой, да, там, анифери или чем-то, я закинула, да, но при этом аккуратно напомнив, что если вы используете дома не эко-средство, да, в данный момент, что вы там полезного можете с вашего стаканчика, да, дать вашей семье, там, какой экологичный напиток, который вы приготовили, допустим, из ягодок со своего огорода, да. То есть аккуратно с такими подводочками я каждый раз просто-напросто показываю людям аккуратно, чем они пользуются сейчас, да, и как они могут, перейдя на наши эко-средства, которые есть в компании Greenway, улучшить качество своей жизни, а самое главное – сберечь здоровье своих близких. Поэтому если вы будете вести, девчонки, свой чат живо, да, вот те инструменты, которые даются в любых абсолютно мессенджерах, да, то есть это, допустим, какие-то СМС-рассылки, какие-то фото, какие-то чужие видео, да, вы используете больше для того, как информационный повод, да, вам пропустить его через себя и выдать от себя ваш клиентский чат. Не будут работать СМС-сообщения и чужие видео, да, настолько круто, как именно информация, поданная из ваших уст, из ваших, как говорится, видео. Я в своем чате практически лично себя не показываю, но мой клиентский чат знает мою кухню, знает мои руки, знает всю мою посуду, знает вид из моего окна, да, то есть это важно показывать, чем вы пользуетесь, что вы пользуетесь тем, чем советуете пользоваться людям. Ага, спасибо. У нас как раз появился вопрос из чата в тему. Как набрать новых покупателей? Через рекомендации. Я буквально вот пять минут назад об этом говорила, да, то есть когда вы продаете или рекомендуете кому-то продукт, кому-то продукт. Вот, давайте я расскажу свою схему, вот именно свою схему. При продаже любого продукта у меня есть четкое правило. Я передаю продукт и говорю, завтра я тебе сделаю звонок. В какое время тебе удобно, чтобы я позвонила утром, в обед или вечером, да? Я хочу спросить и узнать у тебя, воспользовался ли ты им, да? Как ты им воспользовался, понравился ли ты им. Для меня это важно, потому что я собираю базу отзывов. Ну, немножко такой как бы, да, шаг такой это. Когда я делаю, ну, вот касание, да, на второй день, то есть получается в любом случае у человека вау-эффект, либо какое-то недовольство, и я его закрываю, потому что я знаю, как работает этот продукт, и могу ему сказать, что он сделал не так, да, если не получил желаемого результата. И после этого я еще через день, через два делаю к нему касание, опять закрепляю его вау-эффект и спрашиваю рекомендации, да, именно рекомендации, то есть кому он мог бы порекомендовать? Меня как эксперта, этот продукт. И вот таким образом по этой схеме я расширяю свою клиентскую базу, а клиентская база потом у меня плавно перетекает в партнерскую структуру. Еще один вопрос из чата в продолжении темы. Если вы работаете по такой длинной схеме, то как вам удалось быстро закрыть мастера? В чем секрет? Секрет в том, что если люди к тебе приходят, да, и у них есть цель зарабатывания денег, да, то есть сейчас же вопрос был другой, именно как в клиентском чате, да, работа. А если к тебе человек пришел, и он заявляет о том, что он хочет заработать там свои первые 5, 10, 15 тысяч, да, 15 тысяч – это квалификация уже С1, это серьезная как бы первая квалификация, ты расписываешь с ним действия, да, действия для того, чтобы, вернее, действия, которые он будет делать, опять же, через такие рекомендации, через другие, через именно его окружение, которое у него есть, и с чем мы к нему можем пойти, для того, чтобы он пришел к этому результату, потому что быстрый результат – это работа, результат работы только команды, только команды. И когда у тебя выстроенные отношения с ключевиками, которые идут к своему чеку, с расписанными шагами для этого чека, поэтому получаются результаты. У кого-то быстрые, у кого-то разные. Расскажите, какой бы совет вы дали новичкам? Совет новичкам? Ну, на самом деле, у меня совет один. Совет этот является девизом нашей команды, команды супергероев, да, это мечтать, работать и не сдаваться. Мечтать важно, потому что только ваши мечты могут осуществиться, если у вас есть хорошая финансовая подушка, да. Работать нужно в любом случае, потому что только за любую работу нам платят деньги, только за работу платят деньги. И не сдаваться, то есть, если у вас есть цель, и вы реально все делаете шаги, которые вы проработали с наставником, да, важно не уйти с полпути, не остановиться, а продолжать действовать. И всегда такой пример. Люди ходят на работу, да, ну, люди ходят на работу. Люди ходят на работу 30 дней, и только на 30-й там или на 31-й день они получают зарплату, да. И вот важно вам не остановиться, а, возможно, дойти до вашего 31-го дня, чтобы найти своего ключевого человека, который будет вашим мотиватором. Самое главное – не остановиться и не уйти с полпути. Ну и мечтать, работать и не сдаваться. Прекрасный девиз. Еще один вопрос из чата. Как приглашаете холодный контакт в клиентский чат? Есть ли какая-то готовая схема? Лично я с холодными контактами не работаю, просто не работаю. У меня пока еще есть своя клиентская база, да, свои люди непроработанные, с которыми я как бы выстраиваю дальше отношения, потому что, честно говоря, я больше сейчас работаю с партнерской структурой, чем с клиентской, да. Но могу рассказать один такой пример по холодному контакту. Настал, было время, когда определенные девчонки начали задавать вопросы и, можно сказать, плакаться немножко, что все, список сжен, клиентов нету, никого нету, да, что делать непонятно. На что я им говорю? Не пойму. Везде есть люди. Ну реально, везде есть люди, да. Что мешает обратиться к людям? Как я выйду? Сейчас возле подъезда буду бабушкам предлагать салфетку, купить. Тоже вариант. У меня был такой партнер, который прошел все девять этажей, в которых он жил с рождения, да, в этом доме, и сделал продажи почти что на полторы тысячи. Был такой момент, да. Но это одно, как говорится. Ну и вот когда у меня девчонки начали говорить, что как подойти к холодникам, да, мы разработали такую схему. Мы сделали соцопрос. Соцопрос – это был летний период. Ну определенный вопрос, если кому-то будет интересно, я потом поделюсь, да. Это можете написать мне в личку. И мы решили выйти в парк, да, в парк, где очень много гуляют мамочек с детьми, да. Много просто там, не с детьми, даже просто там, ну, людей, да, находится в парке. И мы подходили к людям и задавали, сейчас если вспомню, потому что это было два года назад, да, что, допустим, используете ли вы дома химию, да, а знаете ли вы, вредна вам, ну, вообще наносит, что химия наносит вред? А если бы у вас была альтернатива заменить химические средства на экосредства, вы бы это сделали? Практически каждый ответил да. И мы приглашали людей в клиентский чат. То есть буквально проработав полчаса, мы набрали минимум там 5-7 и максимум до 30 контактов. Девчата, ребята, люди есть везде, абсолютно везде. Нужно просто к ним пойти. А хотите ли вы делать такие действия, да, это уже вопрос опять к вашей цели. А расскажите, какой любимый продукт у вас в Гринвей? Ну, знаете, опять же, вот много думала, да, над этим вопросом. Меня реально можно назвать продуктом моего продукта, да. Если просто сделать экскурс по моей квартире, то практически в каждом уголке квартиры у меня будет Гринвей. Каждый свой, да, в каждом уголке каждый свой продукт. И изначально я сначала хотела, конечно, ответить микроволокно, но потом поняла, что это далеко не так. Любимый мой продукт, осознанный мой продукт, это, конечно, БАДы, к которым у меня очень трепетное отношение, да, потому что БАДы помогают сохранить наше здоровье, сохранить нашу энергию. Они заботятся именно реально, да, употребление БАДов, заботятся о состоянии здоровья наших домочадцев и нашей семьи. Поэтому вот мой любимый продукт на сегодняшний день – это, конечно, БАДы, функциональные чаи и напитки. Я их легко рекомендую, очень легко. Согласна с вами, спасибо. И напоследок расскажите, пожалуйста, какая ваша самая большая мечта и что вас вдохновляет? Ну вот я думаю, что это самый сложный вопрос, да. Ну прям для меня это реально сложный вопрос, потому что люди не умеют мечтать. Вот правда не умеют мечтать. И, возможно, я тоже, ну, к ихому числу отношусь. Я учусь мечтать, да, потому что изначально, зарабатывая деньги, мы стараемся выживать, да. Стараемся выживать в том, как бы, доходе, который мы получаем. Вот, то есть с получением большего дохода, ну, возможно, мы начинаем покупать другие продукты, да, воспользоваться другими, там, другой техникой, да, другим качественным отдыхом, да. То есть это уже можно, может быть, не турбаза, допустим, а поездка куда-то более глобальная, да. И вот я столкнулась с тем, что я научилась благодаря Greenway мечтать, вот реально мечтать, да. Я теперь понимаю, что я хочу быть рядом со своими детьми. Допустим, вот у меня большая мечта была свозить своего ребенка, 12-летнего, в Диснейленд. Вот огромная мечта, потому что в свое время я там побывала. Это было очень давно, больше 20 лет назад. Я первый раз побывала в Диснейленде, и когда у меня, на тот период у меня была дочка, ей было лет, наверное, ну, 10 ориентировочно, я все два дня в Диснейленде плакала. Вот реально плакала, то есть я видела, что там есть, да, и вспоминала то, что может видеть мой ребенок. Это максимум в нашем городе два раза в год приезд зоопарка с 10 животными, да. И у меня была мечта свозить моего ребенка именно в Диснейленд, да. Она осуществилась, конечно, благодаря, ну, пусть не Greenway, да, но Greenway мне сейчас помогает осуществить другие мечты. Но сейчас, допустим, когда я позиционировала именно поездку своего ребенка на день рождения в Диснейленд, да, моя команда это восприняла просто и поставила себе это в цели, потому что для многих они были просто, ну, невообразимыми, да, просто невообразимыми. И, конечно, моя мотивация – это мои дети. Это в любом случае мои дети, потому что мне уже, ну, через год будет шестой десяток, да. Я очень хочу как можно дольше быть рядом со своими детьми и как можно ярче я хочу сделать вот за тот промежуток времени, который у меня есть, их жизнь красивой. Красивой, богатой, хорошей, интересной. Я очень хочу скрасить досуг своих родителей. И дай бог им здоровья. Они пользуются нашей продукцией, пользуются нашими БАДами, да, и я вижу, как улучшается качество их жизни по сравнению с их сверстниками, да. Вот моя мотивация – это, конечно, моя семья. И я знаю, что благодаря тому, что у меня есть хорошая команда, сплоченная команда, благодаря тому, что вокруг меня есть люди, которые осуществляют с помощью Greenway свои цели, да, они мне дают стабильный доход, да, благодаря которому я могу высвободить время определенное на свою семью, на своих детей и на своих родителей. Елена, спасибо большое. Я думаю, это было очень вдохновляюще и такая прекрасная завершающая нота. Ну, на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Можно еще секунду? Вот был такой вопрос, как вы рекрутируете людей через продажи, либо через рекрутинг? Какой-то был вопрос, я просто к нему готовилась, помню. Можно прямо одну минутку? Я на него отвечу. Вот смотрите, до момента… Мое первое событие… Мое день рождения компании – это мое первое большое событие, которое я посетила, да. И до дня рождения компании я приглашала в Greenway всех, то есть я делала рекрутинг через продукт, именно через продукт, да. Это вот прям было мое, шло от сердца, от души, и мне это было комфортно. Но когда я съездила на события, моя жизнь перевернулась с ног на голову. Это реально, да. Я увидела совершенно другое видение. Я увидела совершенно другие перспективы. Я услышала других людей, прикоснулась к ним, да. И сейчас, после дня рождения компании, мой рекрутинг происходит через мотивацию зарабатывания денег. И уже как инструмент для их зарабатывания, как раз это маркетинг-план компании Greenway и продукция, которую они выпускают, которую мы выпускаем. Конечно, огромная благодарность компании за те инструменты, которые она нам дает. С ними нереально легко работать. Проекты, которые запускает компания, нереально крутые, они облегчают именно ведение нашего бизнеса. Ну и, конечно, внутри проекты компании, команды, которые делают наши наставники, это просто нереально крутые инструменты. Поэтому сейчас я приглашаю в бизнес через рекрутинг и частично через продукт. Спасибо большое за это важное дополнение. Еще раз напомню, что все эфиры вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Но мы завершаем. С нами была Елена Белова, быстрый мастер. И до встречи в новых прямых эфирах. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.